Курск Сити. 20 лет. Работаем для вас. В пожарную охрану я попал после армии, а желание появилось, наверное, с самого детства у меня. Когда-то увидел пожарные машины, как и всегда, как и мальчики влюбляются во все это дело, как работу пожарных видел. Ну и вот после армии пришел в пожарную охрану. Мое первое пожарное подразделение, это была пятая пожаросписательная часть. После чего, вот буквально несколько недель назад, перевели восьмую на Дереглазу пожарную часть. Ну а мне кажется, что боевое крещение, это, наверное, все-таки Халина, прилеты, нефтебазы Халина и полевые. Это каждый раз считается как боевое крещение, считаю. Это была не моя смена. Нас собрали опорный пункт, получается, и меня назначили старшим на ПНС на автомобиле. И в аэропорт вот туда прибыл в составе подразделения, тоже уже, как получается, резерв. Вот так. Ну и, конечно, никто не предполагал, что так масштабно это по итогу все получится и то, что это все затянется. В любом случае, это было воспринято не очень приятно, не это очень переживал. Потому что в приграничье находится, так же, как я и повторился, поселок Марина, где я работал в санатории. Тоже, как бы, если мы знаем, это уже, как можно сказать, приграничье. И в приграничье много осталось родственников, друзей, знакомых, одноклассников. Я сам, как бы, с тех краев переживал за всех, старался всячески быть на связи. Как-то, может быть, задавали вопросы, как-то их скоординировать, организовать что-то тоже. И люди, которые первые, родственники, начали выезжать, как бы помогать им всячески. Начиная от телефонного звонка координировать их, заканчивая встречей их. И по родственникам и знакомым, которые находятся здесь в Курске, уже здесь их пытаться расселить и как-то чем-то помочь. Помогали мы, значит, оказывали двурачебную помощь, то есть это банальное, начиная от подачи каких-либо доктора медикаментов, потому что первые дни было очень много раненых, и то, что даже не хватало, не было свободных рук. И приходилось помогать и бинты подавать, то есть начиная от подачи помощникам, заканчивая уже то, что там самостоятельно, незначительные раны мы могли сами обрабатывать и перевязывать, доставать также из машин, которых привозят из приграничья людей. Здесь отдать должное соревнованиям по ДТП, которые также помогали эвакуации, деблокации пассажиров. И здесь помогали также из машин, которые привозили пострадавших, доставать правильно, грамотно и передавать уже докторам непосредственно. Ну и заканчивалась все тем, наверное, что охрана, это однозначно этого стабилизационного пункта, и доставка раненых уже, которые более-менее в состоянии стабилизированы уже до кареты, либо скорой помощи, реанимации, либо в областную, либо в больницу. В приграничья приходилось ездить, но это уже от себя лично, как бы уже ни от кого. Да, приходилось ездить туда людям, также знакомые звонили, находили номера, там или мой номер телефона, или как-то по другим контактам связывались со мной, что-либо привезти туда, а назад уже людей ехать пустым и забирать людей оттуда, именно те люди, которые хотят эвакуироваться.